Андрей. Я. Ты помидоры любишь? Очень. Но только кушать. А так нет. А так нет. Но это опять же я хотел добавить. По настроению. Если рядом сидят такие замечательные женщины, я их могу порезать в салатик. И полюбить в таком виде. Я-то ожидала, что когда женщина рядом, ты любишь женщину. А ты даже рядом с женщиной тоже любишь помидоры. А ты представляешь, какое восхитительное сочетание. Замечательные женщины с не менее замечательными помидорами. И все это с укропчиком и оливковым маслом. Ты меня возмутили в той программе, когда я случайно просто открыла. Я специально. И там вообще речь идет о любви. Вдруг какие-то помидоры. Вот я пришла с вами сегодня побороться. Так, все. Жертвы готовы к экзекуции. Внимательно слушаю. Нет, я, честно говоря, рвалась в бой в прошлый раз. Когда я после программы, у меня было большое желание. Я так немножко сейчас, конечно, успокоилась. Но все-таки попытались вас переубедить. Не надо. Давайте поздороваемся все-таки со зрителями. Дорогие друзья, здравствуйте. Сегодня у нас воскресенье. Какое число, кто знает? 5 февраля 2024 года. И да, мы сегодня вот в такой интересной компании. Андрей, Лена и мы продолжаем наш разговор о любви. Да. Как вы помните из наших прошлых программ, у нас точки зрения кардинально разделились. Лена считает, что любовь – это восхитительное чувство, абсолютно необходимое нам в жизни. Андрей считает, что от любви у нас только одни проблемы. И лучше гораздо любить помидоры, чем любить женщину. Ну, а я как бы, я вот получилась так немножечко как бы в середине. Да, любовь необходима. Да, это прекрасно. Но, но, есть очень много всяких «но», из-за чего это не всегда получается. И, в принципе, как бы, ну, можно жить и без нее. Хотя с ней гораздо лучше. Наталья, а если совместить два прекрасных чувства? Любовь к женщине и любовь к помидорам. Да вы не путайте любовь к помидорам. А я не путаю. Это вообще не про любовь. А что это? Это про вкусовые какие-то пристрастия. Это вообще не имеет отношения к этой теме. Вот это меня в прошлый раз и возмутило. Вообще, вот такой несклонный, ты помидоры уважаешь? Ой. Ну, вот, в принципе, как овощ, без всяких задних мыслей. Я вообще просто овощи люблю, но это не… Ну, помидоры. Конкретно помидоры я даже не задумывалась. Хорошо, задумываешься. Не спрашивайте, а то я вам какой-нибудь расскажу анекдот неприличный. Почему? Я люблю неприличный анекдот. Так вот, смотри. Это то, что Раневская про овощи говорила. Ну, овощи у нас окружают на каждом шагу. Мы смотрели, когда обсуждали. У нас овощи вот там везде, вот везде. Они ходят, говорят. Даже в контакт. Но это не про любовь, Андрей. Вообще не путайте. А что такое любовь? Вы меня спасаете? Вот как ее можно описать? Что это такое? Я не могу сказать, что я готовилась к этой передачи, но… Так в этом и интересно. У меня как на этом мысль тогда пробежала. И мне даже попалось такое высказывание, где было сказано, что возраст не защищает нас от любви, потому что мы все-таки люди возрастные, да? Но любовь защищает нас от возраста. И это я взяла сегодня своим эпиграфом к нашему разговору. Нет, достойная фраза абсолютно. Я хочу сказать, если в душе еще остались прекрасные порывы, как говорил Пушкин, по-моему, это же вообще замечательно. Да, Андрей, но вам не показалось, что вы противоречивали себе все время? Нет. В той программе. Скажу почему. Потому что вам очень понравилось высказывание одного человека, вы рассказывали этот пример, я помню. И вы сказали, что… Он сказал, что душа никогда не стареет. Не стареет. Нет, на самом деле взаимосвязано все. Что такое любовь? Ведь по большому счету, если бы не было, наверное, рода человеческого не было. Правильно? Ну, это не всегда по любви получается. Это печальный опыт, говорите? Да. Ну, к желанию, чтобы так было. Ну, хорошо. Но начальный, так сказать, порыв, он все-таки руководствовался и исходил из любви. Ну, да. Наверное. Ну, ошибки все совершаете? И даже Наташа, я так подозреваю, совершала ошибки в своей жизни. Ну, она скромно улыбается, ну, признайся, я даже потрогаю тебя, чем вызвал страшное возмущение. Подожди, если бы я не совершала ошибки, как бы я тогда стала такой умницей? И главное, если бы ты их не совершала, тебя бы здесь не было. Это что, тоже была ошибка? Нет, нет, нет. Ты понимаешь, есть философия, очень интересное такое понятие. Что такое случайность? Не задумывались? Нет. Это непознанная необходимость. Достаточно емко и такое, очень, как сказать, описывающе хорошо. То есть, если пройти немножко по цепочке предыдущих событий, то они с неизбежностью приведут сюда, вот в данную точку, данных людей. Просто мы как-то, может быть, недооцениваем. То есть, даже, например, когда события, как мы с Натальей познакомились. Я, кстати, тебя видел, наверное, одно из первых, когда начал интересоваться Турцией, приходили к тебе эти два персонажа, очень такие своеобразные. Которые? Которые без зим живут. А-а-а! Так это же было мое прямо первое появление, так сказать. Вот, и как-то, вот, видимо, что-то меня подвело, и Наталья попалась. Я с интересным пациентом думал, какая интересная женщина. Она, как говорится, вот в английском языке self-made. Это вот 100% про это. То есть, я хочу сказать, даже вот мужиков подобрать тебе, как говорится, для сравнения, это надо очень долго почесать, вот даже мой этот самый, убеленный с едиными лысый череп. И то это будет небыстро. И бесполезно. Это правильное замечание. Поэтому я хочу тебе сказать, вот все, что с нами происходит, оно идет, ну, может быть, конечно, судьбой это назвать нельзя, но некая предрасположенность есть. То есть, взаимосвязь всех событий, проходящих с нами, они, в общем-то... Ну, я с этим согласна. Ну, с этим спорить невозможно, это правда. Правильно. Судьба есть, судьба от нее не уйдешь. Так, ты хотела задать мне такой провокационный вопрос, который написан на бумажке. Нет, на бумажке я тебе уже задала. Ну, ты же будешь это вырезать? Почему я должна это вырезать? Пусть оно будет, пусть оно будет. Не, ну, мы как-то по второму разу поздоровались. Хотя много поздорований не бывает. Правильно? Ну, мы просто поздоровались чуть попозже. А начали вот с шутки. Я это воспринимаю просто как шутку. Хорошо. Вот это высказывание. Так. Что у тебя, Лен, есть по этому поводу сказать? Ты сказал, в свое время ты, когда посмотрела Андрея, ты сказала, разорву в клочья. Был такой момент, да. Был такой, но сейчас я немножко поуспокоилась. Я хочу тебе помочь. Ну, помогите. Из чисто искренних лучших побуждений и зачитать. Нет, прошу прощения. Первое, что меня возмутило, когда вы начали говорить о любви, вы переехали на ипотеку. Ну, а как без ипотеки? Я вот этого съезда на эту ипотеку не так и не понимаю. Это шутка. Ну, какая шутка? Не принимайте серьезно. Не воспринимайте. Каждая шутка, есть только доля шутки. Нет, ну. Ну, так и есть, согласись. Я сказал, что срегнул. Что за любовь без ипотеки? Это краткосрочная, как вспышка молнии. А потом идет сильный дождь, не прекращающийся. И ты не знаешь, куда спрятаться. Для меня это нечто возвышенное. При чем здесь ипотека? Лена, так если тебя высоко вознесет, оттуда сильно падает? Ну, бывало в жизни такое. И все равно. Так, ну, я хочу это самое набраться на качество. Наташа и говорит, что она много ошибок сделала, и поэтому она такая умная стала. А я, наверное, так и не поумнела. Вот я зачитаю для зрителей, которые, я думаю, вряд ли читают комментарии. Я вот люблю. Вот я хочу сказать, вот когда я снимаю ролики на другом канале, в том числе и с Наташей, мне про все, ну, может быть, даже основа того, что меня привлекает, это почитать мнение людей. Ну, каждый новый человек, я сравниваю с книгой. Есть книги толстые, ты открываешь, а там кроме обложки нет ничего. Хотя внешне она вроде большая и толстая. А бывает, открываешь небольшую книжонку, и оторваться не можешь. Так это вот некая разновидность познавания мира через те комментарии, которые приходят. Слушай, ты бы своровал у меня эту фразу. Я всегда говорю своим зрителям, что именно через ваши комментарии, через наше общение, я познаю этот мир. Это именно так и есть. Я обожаю читать комментарии, и мои зрители знают, что я читаю все комментарии. Но ты удаляешь всяких злопахателей. Ты мне сказал, что ты их вычаркаешь из жизни. Ну, вначале мне приходилось удалять достаточно много, но потом я создала вот свою вот эту среду доброжелателей или людей, которые смотрят с той же позиции на жизнь, как и я. И мне сейчас практически ничего не остается удалять. Наталья, ну я могу возразить, вот смотри. Вот давай. Если бы не было тени, то не было бы и света. Если бы не было ночи, то не было бы дня. Если бы не было лето, не было бы зимы. То есть мир дуальный. Дорогая Наталья, может быть вы не заметили, что ваш собеседник добивается популярности на вашем фоне и за ваш счет. Я честно признаюсь, количество подписчиков Наталья многократно превышает. Совершенно справедливое замечание. Могу я подкрасться к доброй расположенной женщине? Ну почему? Я ничего не имею против. Ничего не имею против. В отличие, знаешь, как других, о, мои подписчики, они у меня нет. Мои подписчики всегда останутся со мной. А вот дальше, прямо по существу, вот прямо про меня, как говорится, не добавить, не выкинуть. По своей сути это существо, имеется в виду я. Совершенно ничтожное, глупое и недалекое. Вообще проникновение в образ потрясающее, хочу сказать. Редко встречается такое точно описание. Но это не все. Оно буквально, то есть существо, это я, вызывает рвотный рефлекс. Я вас вызываю рвотный рефлекс? Нет, неправда. Боже, вы тогда такие же, как и я, что ли, такие же негативные? Ну вообще это первое впечатление, я вас сегодня первый раз увидела в жизни. Ну вызвало? Нет. Странно, вот я хочу сказать, я просто даже от чести разочарован. Когда мне Наташа сказала, говорит, тебе предстоит быть поровным, на что, на лепестки или на перья? На перья. Разорву в перья. Сначала на перья, а потом на лепестки. Разберем на молекулу. Разберем на молекулу, да. Я хочу продолжить. Настолько эпическое замечание. Отдаю должное вашему терпению и долготерпению. Наталья, над тобой нимт, наверное, скоро засветится. Уже давно светится. Его глупость возрастного мужчины еще больше подчеркивает ваш ум и положительные качества на контрасте белого и черного. Его комариные лупетки. Ну, я предположил, что это глаза. Не знаю, может, что-то другое имеется в виду. Лупетки. 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 В которых вы увидели искру жизни. С экрана смотрится, как глаза дохлой селедки. Я искренне благодарен такому замечательному комментарию. Слушай, а нам почему-то так не пишут. Давай что-нибудь еще тоже обучим. Ой, не могу. Это не все. Это настолько азартный чек, он написал. Или она, не знаю. Она, скорее всего, женщина. Три комментарии. Ну, тут маленькое такое скромное завершение. Про его высказывание уже и не говорю. Полный отстой. 99%. Странно, почему не 100? Она дала мне 1%. 1%? Да, ну, хорошо. Видимо, есть шансы исправиться. Дальше. Про мою любовь. Турецкие каменные помидоры, которые привозят к нам в РФ. Россию называют РФ. Это вообще какая-то... Надо писать донос. Не патриотка. Какая-то точно. Продалась пиндоса. Я тоже очень не люблю этого. Они только сохраняют красный цвет. Вот. Дальше еще более интересный содержательный ласкательный. Наташечка. Ласкательный. Суффикс или как там. Спасибо за ваш непомерный труд. И 5 знаков восклицания, Наталья. Ты понимаешь, вот какая ты необыкновенная женщина? Лена. Вот ты сколько с ней знакома? Читай дальше. Ну, это подожди. Ну, я хочу Лену спросить. Ты понимаешь, с кем ты сидишь? Вот. Ты должна как-то да. Ты должна это само оценить. Я знаю, я знаю. Вот. Передайте вашему тошнотворному собеседнику. Передавай. Ну, ты читаешь. Что я должна передать? Любителю денег. Ну, с деньгами я согласен. Кто их не любит, покажите мне такого. Который клянчит копеечку. Что ж такое? Видимо, даже телефон глючит. У совершенно незнакомых людей. Типа, подайте слепому на телевизор. Я честно признаюсь, телевизор выкинул 15 лет назад. Их даже мысли не возникало. Но это просто чисто сравнение. Это сравнение. Это аллегория. Это аллегория. Этому любителю денег надо клянчить деньги в столице. То есть, здесь мне, видимо, не подают. В переходе или на входе в храм. Насчет храма смелое предположение. Я, честно говоря, никогда мысли такое не руку. Ну, это идея. Или, как я видела у вас, у входа в зал банковских автоматов. Не знаю, где она меня видела. И где такой зал был. Главное, правильно нанести грим. Смотри, отверженный Гюго или принц и нищий Мартын. А ему сегодня даже не надо выходить из дома. Просто взять, раскрасить себя гнойными ранами. Да что раскрасить, они и так в наличии. Особенно душевные. Кровоточат и пахнут. Не дадут соврать. Вот. Сочинить слезливую историю. О том, что ему осталось 3 дня до смерти. Это неожиданное откровение. Что-то вот с момента, как я прочитал, уже прожил, наверное, 2 жизни. Ну да, по 3 дня еще. По 3 дня. Или что на него напали гадкие люди. Это как легенды, чтобы попросить деньги. Как рвали его белую, старческую, вялую плоть. И изуродовали до полусмерти. Я похож на изуродован до полусмерти? Сорванной плоти. Слушайте. Не, не, ну. Может, это слишком много внимания ему уделяется. Нет, ну почему? Я хочу, так сказать, вот спровоцировать на дальнейшие такие изыски литературные. Они же интересные. Ну, вам не становится удовольствием? Мне честно доставляют. А мне нет. Все это, так, ну это ротата. Пусть смотрят фабрикованные ролики про Ирак. Вот это я вообще не понимаю. Про якобы отравленных или прострелленных детей. Мы говорили про отравленных? Ты же куда умный сказал? От любви куда-то увел? Ну, ладно. У нас была заявлена тема. Все, да, не буду дальше, а то как-то действительно это какая-то такая, в общем, атмосфера нездоровая. Ну, я хочу сказать, что человек не лишен воображения, да, такого живенького, я бы сказала, ума. И имеет, видимо, достаточно времени, потому что сочинения это большие сочинения. Я могу сказать, что не дай бог попасть в руки вот такого человека с таким воображением. А, Наталья? Представляешь, как бы меня, соответственно, оценили по моим достоинствам? Что бы из меня вырезали, сделали? Вот, Андрей, вы можете мне ответить на вопрос теперь? Так. Что вас побудило обратиться к теме о любви? Ваша беседа предыдущая. Ах, вот как. Да, я посмотрю, да, когда вот Наталья... Неправда, а это неправда. Помнишь, он же позвонил, сказал, давай снимем о любви, а мы еще не сняли ничего. Нет, я позвонил на следующий день. Да, он позвонил на следующий день, а мы только сняли ролик, я его еще даже не успела выложить. То есть мы вчера сняли ролик, я его не выложила, Андрей ничего. Я его выложил, ты его выложил. Я посмотрел, когда вы сидели, так замечательные слова говорили, мне это очень затравило. Я тебе позвонил. Или на следующий день... Ну это когда про помидоры, а я вам еще раньше вас... туда. Совсем раньше? Раньше, да. А раньше я что-то не пропустил. Я пришла с ним, я об этом как раз тебе и говорила. Я еще тогда при нашем разговоре удивилась. Как, Андрей, о любви от тебя, ну никак не ожидал. Я говорю, мы только вчера с Леной сняли ролик, я еще не успела выложить. Вот как это было. И вдруг ты тоже захотел говорить на эту тему. Так что тебя все-таки побудило? Ну, наверное, какие-то телепатические твои способности. Твои мысли, видимо, как-то тут расстояние. Ну, наверное, твои телепатические. Потому что в разговоре о любви ты был у нас, так сказать, не на первом месте. Ты же слышала, что я из себя представляю. Как у меня могли такие возвышенные мысли родиться? В принципе, это могло исходить только от тебя. Может быть, Лена, тебе как резонатор еще... А я все-таки вот надеялась, что ты меня удивишь. Я думала, что все-таки ты вспомнишь свои молодые годы. И я уверена, ну каждый человек... Понимаешь, это у нас заложено природой, нашими гормонами. Нас Бог так создал. Мы влюбляемся. Мы любим. Ну, понимаешь, у каждого все это воспринимается по-своему. Вот я не знаю, Лена, мне кажется, более эмоциональный человек. Нет? Вы знаете, я когда посмотрела вашу программу, послушала вас, да, я подумала, я все-таки где-то, наверное, счастливее вас. Знаете почему? Запросто. Потому что у меня профессия творческая. И душа у меня немножко другая. Я завидую. Я творческий. Потому что вы настолько стоите крепко на земле ногами, а я все-таки еще летаю. Ну, хорошо. А вот этот полет, он ведь все-таки человеку дает. Конечно. Пусть это заблуждение, скорее всего. Нет, нет, нет. Я думаю, это заблуждение, это иллюзия. Как сказал уж индийский философ, самое большое заблуждение в жизни, не заблуждение, вернее, самая большая иллюзия, это любовь. Это правда. Это действительно иллюзия. Но мы создаем оба. Ну, когда ты знаешь изначально, что это иллюзия, как Наташа говорит, я же не найду такого человека, с которым могу о чем-то поговорить. Это что за снобизм? Ты почему решила, что не найдется человек, который будет с тобой разговаривать? Наверное, чисто из житейского опыта. А почему снобизм? Лен, вот я хочу тебе сказать, у собеседника, который действительно вызывал... Наверное, что совсем мужчины умные пропали, что ли, из этой жизни? Так надо было? А их было много? А почему нет? Нет, но их изначально было мало. А если они и есть, они уже все взяты. А, ну, хорошо. Нет, ну, дело не в этом. Убедили, убедили. Понимаешь, вот я хочу сказать, есть же хорошая поговорка, говорят, там, якобы мудрость приходит с возрастом, а зачастую возраст приходит один. Без мудрости? Ну, наверное. Ты понимаешь, вот как пел Высоцкий? Это не к чему. Ну, почему такие эти самые домыслы? С мудростью у нас все нормально, а вот с мудростью? Как пел Высоцкий, говорит, если ты родился ба-бабом, будешь ба-бабом 10 тысяч лет подряд. Поэтому, если у тебя, как говорится, вот оно не вложено, не знаю, там от Бога, от родителей, от каких-то, может, климатических условий, от тех же помидоров, может, недостаток был витаминов, там много железа. А что такое железо? Это красные кровяные тельца. Если мало кровяных тельцев, значит, плохое кровоснабжение, плохо развиваются органы, и мышление страдает, и физическое, как говорится, немощь подкрадывается очень быстро. Так что помидоры, это достаточно такая вещь интересная. Ой, опять по помидорам. Хорошо. Хорошо. А давайте вернемся в нашу программу «Зимняя любовь с Наташей». Вот когда мы читали комментарии, я поняла, что из 300 комментариев только 5 были на моей стороне. Вы представляете? Только 5. Остальные были с Наташей. Подожди, а в чем тебя не поддержали? Ну, где-то около 5. Подожди. Но было очень мало. В чем не поддержали тебя? Ни в чем. Сказали, что я идеалистка. Сказали, что это все неправда. Что в нашем возрасте это вообще нереально. Такого не бывает. И не должно быть. Почему? Ну, вы знаете, я вам расскажу свою историю. В 50 лет. Мне 50 лет. Юбилей. Да. Я плачу просто, клянусь, вот клянусь, на самом деле я плакала без остановки. Мне казалось, в 50 лет жизнь закончилась. И вот эту тему любви я закрыла навсегда. Я даже, знаете, я вчера Меньшова Юля слушала, как на эту тему, очень интересно. Но не буду сейчас их комментировать, мы с вами к ним ссылаться. И я сказала себе, даже думать об этом стыдно. Клянусь вам, вот мои подруги, они подтвердят. Поэтому то, что произошло сейчас со мной, может быть, я чуть выше скажу, что произошло, это просто фантастика. Это для меня открытие фантастика. И для них. Они просто до сих пор в шоке. А Наташа так мне и спрашивает, что с тобой случилось? Лен, не соглашусь. А со мной? Дело в том, что все молчало. А со мной особо ничего не случилось. Просто поменялось сознание. Все. А вот эти женщины, которых там 300 человек, они все пишут. Можно я это произнесу? Таки просто Лена влюбилась. Не, 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 не. Это не любовь. Какая может быть любовь? Я тут человек вообще в глаза не видал. Ну, хорошо. Но какая-то надежда, наверное. А кого-то там, если ты не видела. Ну, давайте колюсь. Так рассказываю. Странно, да. После первой программы Анаташи с Ниной, которая у нас обо мне и о Нине, она снимала, мне позвонил человек из далекой страны. И сказал, Лен, вы знаете, таких женщин, как вы, у нас нет. Вроде как бы я хотела с вами пообщаться. Хорошо. Потом что-то какой-то там мёк был на то, что вроде как, ну, даже не знаю, как это, комплимент какой-то он мне сделал, что ли. И я им сказала, знаете, этот вопрос для меня закрыт на всю жизнь. Единственное, что я для вас могу сделать, познакомить вас с своей подругой. На что он сказал, хорошо, я с огромным удовольствием познакомилась с вашей подругой. И закрыл телефон на неделю. Через неделю я хожу по улицам, я ничего не могу понять, что такое. А, он единственное сказал, что общение с мужчиной всё-таки приносит в женскую жизнь какие-то новые краски. Вот эта вот мысль мне как почему-то засела. Я хожу по улицам и думаю, а что же я так, а что это я с подругой, а почему я сама, мне даже, может, было бы интересно пообщаться. А он исчез, ну ладно. Через неделю он мне пишет и говорит, я чувствую, хотите мне написать, но что-то вас сдерживает. И это было правда. Мы стали переписываться просто. Эта история не так интересна сама по себе. Только тем интересно, что произошло со мной. Я прожила в Стамбуле 23 года. Это огромный город-мегаполис, вы знаете, да? Там не то, что подумать о себе. Там вообще просто некогда жить. Мне всё время казалось, что я, если я еду в метробусе, потом я еду в метро, потом я плыву на Вопоре, потом я ещё где-то передвигаюсь. Я всё время куда-то ехала. А какой женщине можно было подумать? Я забыла, я лошадь. Я себе сказала, ты лошадь и ты должна с этим смелиться. И вдруг вот этот случайный человек поменял моё сознание на 180, или, как говорит Бербок, на 360 градусов. Поменял на 180 градусов. Я вот всем женщинам хочу сказать, никогда не надо терять надежды и надо только надеяться на себя. Если вдруг такая произошла метаморфоза, ну слава богу. Хочу дополнить, хочу дополнить, что я об этой истории ничего не знала, что кто-то Лене после программы позвонил, что какие-то завязались, пусть поверхностные, но отношения и так далее. Единственное, что я стала замечать, это то, что Лена похорошела, похудела. Я её только спрашивала, как ты так? Это не для этого человека, для себя. Как ты так умудрилась? То есть она вот просто на глазах кардинально менялась, и я не могла понять, почему. А она мне ничего не рассказывала. Она держала это от меня в секрете. Рассказать, почему это произошло? Расскажите. Это элементарно, на самом деле. Ну, у нас сейчас главный психолог. Не главный. Дело в том, что человеку свойственно заниматься самоуничижением. Вот я думаю, Лена действительно работала как лошадь, ни на что не оставалось времени, не было никаких контактов и даже помыслов на каких-то там, не то что там, даже полтанических отношений. И вдруг, звоночек в дверь. Алло, женщина, а вы вызвали у меня интерес. Понимаешь, это как будто коня на скаку остановить. У тебя сразу сумбур в голове, всё перемешалось. И вот, я не знаю, вы продолжаете общение? Нет. Нет, 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 всё закончено. Странно. У тебя телефон сохранился? Мне интересно было позвонить. Ты знаешь, у женщины может быть много телефонов, но позвонить первым должен мужчина. Ну, я готов позвонить. Дело не в этом мужчине. Но мне интересно. Да, единственное, что я хочу сказать этому мужчине. Так. Я его вписала в историю своей жизни с золотыми буквами его имени. Правильно. Вот я хочу, чтобы он это услышал. Я пробудил в тебе женщину. Нет, клянусь, Наташа, никому не удавалось, поверьте, никому в жизни, чтобы такая перемена в моём сознании произошла. Никому. Поэтому вот этого человека, я ему так самому сказала, что я тебе впишу в историю своей жизни с золотыми буквами. И я это до сих пор, ты впишешь, но вычеркнув. Я просто... Вообще не в нём дело. Не в нём дело. Не в нём, не в нём. Нет, нет. Я хочу, вот не договорил, почему это произошло. Понимаешь, он тебе дал толчок, ты сошла, как принято говорить, с дурного места. И ты сама на себя посмотрела на себя по-другому. Абсолютно. У тебя вот это вот, как говорится, зашеленность, депрессуха, тебя от этого отвлекли. Это произошло. И ты как вот, понимаешь, вот я не знаю, идёшь, какой-то понурый, всё плохо, всё плохо. Там раз, какая-то там интересная ситуация, там положим мешок с деньгами. Ты всё это забываешь и начинаешь думать, а что я буду с ним делать? И тут деньги приплёл. Хорошо, помидор. Огромный красный помидор. Где перья? А где что? Так, и ты на себя посмотрела по-другому. У тебя немножко изменилось даже подход к самой себе. И немножко, а множество. Много. И ты поняла, что, в общем-то, ты не такая уж и плохая, не такая уж ты, как говорится, там... Лошадь. Да, лошадь, не такая уж ты и лошадь. А вывод какой, вывод какой? Что всё-таки любовь делает с нами позитивные вещи. Ведь Лена 10 лет сказала, я не пела вообще, мне не хотелось петь, и я забыла про петь. А мы с ней стали петь. И стали реально этим наслаждаться. Прекрасно. Столько вечеров у Лены прошло, и мы просто обалдели. Вот попробуйте меня переубедить, что любовь преобразовывает людей. Вот попробуйте что. Да. Побудительные мотивы, когда ты испытываешь такой фонтан чувств, конечно, они хорошие. Но, понимаешь, вот я считаю, что чем сильнее вот этой выше и ширше, и глубже этот фонтан, тем хуже зачастую бывают последствия. У тебя вот в этом плане не фонтан, а тебя, как говорится, в холодное время года вдруг развеялись облака, на тебя упали лучи света, ты согрелась и почувствовала совершенно по-другому. Но теперь я сама себе не знаю. Правильно, правильно. Дело в том, что... А вот эти люди, женщины, которые пишут, да? А что пишут? А они, ну как? Вот эти вот замечательные духоподъемные слова? Это все ерунда. А, это женщины пишут? Ну, конечно. Не, ну там, по-моему, мужики какие-то. Мне кажется, вообще все наши беды... Нет, ну не там, штучный у нас товар. Все наши беды от нелюбви. Вот теперь я это скажу на сто процентов. Но это не значит, что обязательно любить кого-то конкретно вот этого человека. Ты понимаешь, любовь, это вот я могу привести некая аналогия, это как лекарство. Любить себя. Если ты его много примешь, ласты склеишь. Если в нормальных дозах, ты выздоровеешь и будешь дальше жить здоровым. Понимаешь? То же самое. Вот эти вот крайности, они смыкаются. Что там в дикой депрессухе или там в облака. Потом с этих облаков ты вот так вертикально сделаешь полет. Понимаешь? Вот я не против любви как таковой. Просто понимаешь, все подразумевают под этим свое. У некоторых это вот даже вот там, не знаю, искры в глазах. Там ничего не видишь. Вот объект твой, как говорится, не знаю, там желание, мечты там потрогать. Вот как Наталья. Вот потрогал. Все вам, конечно. И все. Интересно, какие будут комментарии. Подробуйте меня. О, какое ощущение. Все вместе потрогаемся. Можно, да, сравнить. Мне просто ее жалко. Почему? Наталью жалко? Ты что? Мне сейчас напишут что-нибудь. Да ничего страшного? У меня уже 4 года пишут. А мне еще не толстая. Я хочу вас обеих похвалить. Вы очень нетипичная женщина. Чрезвычайно. Вот до невозможности. Спасибо. Вот просто прикинь. Ну, я не знаю, как же Лена историю. Вы уехали. Я не знаю, ты тоже давно уехал. Когда масса вещей было незнакомых. Чужую страну. Другая ментальность. Другая культура. Другая вообще. Все отношения между людьми. Когда вот она сюда приехала, за Австралию, где прожила 25 лет. Там сколько? Много? 23, да. 23, то есть она, хоть она и на чужбине, но вот как-то, знаешь, как заключенность со своей камерой сживается. И когда его пускают на волю, что-то вот как-то хотелось бы обратно. Вот она вышла из этой, ну, условно, конечно, не в плохом смысле слова, вот этой камеры. Уехала в новую реальность, в новую. Одна. Я сделала то же самое. Я сделала то же самое. Да, так я тебе хочу сказать. Ну, я вам хочу сказать, я, простите, перебил. Я считаю, что точно риск благородный дел. Но он должен быть тоже разумным. Безусловно. Безусловно. Да, конечно, где-то можно и проиграть. Но мы все навыки и все это мы именно приобретаем тогда, когда мы рискуем. То есть следующий риск уже будет меньше риск, потому что у нас уже есть опыт. Бывает такой риск, что по второму случаю не представится. И такое тоже бывает. Сплошь и рядом. Вспомни своих родственников. Маму, которые ты послала деньги, она дала в МММ. Она тоже хотела рискнуть. Она умом, наверное, понимала, как и большинство, кто в эти пирамиды влезает, я с удивлением читаю, они до сих пор процветают и существуют. И не только в России, вообще по всему миру. Ну, вот видишь, все мы разные. Вот я бы никогда не отдала бы никакие деньги, никакие МММ. Ну, вот вообще ни в какие. Сколько раз ко мне по жизни приплетались вот эти люди со своими вот этими, как они называются, пирамидами этими? Нет. На пирамиды тебя не заманят. Тебе наверняка можно заманить на что-то другое. На что? Я тебя сейчас не готов сказать. Но если подумаешь, ты хочешь сказать, ты никогда не ошибалась? Ни в людях, ни в каких-то принятиях, решениях. Конечно, мы все ошибались. Ошибалась иногда. И не однократно. И серьезно наверняка были. И серьезно, наверняка, были. Вот знаешь, вот что я по жизни научилась. Знаешь, слушать колокольчики. Вот знаешь, когда мы общаемся с людьми в молодости, да, мы эти колокольчики слушаем, но не слышим. Молодость, мы вообще ничего не слышим. Вот именно. Кроме гормонов. Но чем старше ты становишься, чем больше опыта приобретаешь, тем ты понимаешь, что вот эти колокольчики и есть самые главные. Причем звучат они в самом начале. И надо научиться к ним прислушиваться и слышать. Наталья, вот ты напрашиваешься на комплимент. Спасибо. Это пословица, в которой я говорил про возраст. Помнишь, как в Золушке? Вот к тебе. Да, сколько? В знаках комплиментов. Два. Да. Вот к тебе, как говорится, мудрость, она в течение времени приходила. И она у тебя на личности. Ты очень трезвый, рассудительный, практичный и разумный человек. Но этим похвастаться может очень небольшой процент. Я тебе уверяю. А мне вот хочется, чтобы она немножко изменилась. В какую сторону и в чем? Вот не была такой, прям сильно-сильно умной. Ну, значит, еще... Мне тоже хочется измениться. Бешабашно. Бешабашно. Ну, ты понимаешь, даже вот эффекта-то нет. Ты понимаешь? Мне все время об этом говорить. Вот все время. Пожелание это не происходит. Это вещи совершенно необъяснимые. С нашей точки зрения. Оно, может быть, где-то и запрограммировано. Я была настолько убеждена, что 50 лет это конец жизни. Ну, я имею в виду, о любви вообще говорите. А куда такой пессимист? Ты, наверное, просто депрессухи была. Я не знаю. Это было так. Лен, если ты была как загнанная лошадь, какие-то еще эмоции могут быть, правильно? Номер телефона набрал случайно, он мне вдруг объяснил, что не конец. А вы не смотрели замечательный фильм? Примерно, это же тематика, по-моему, «Вечерняя забава». Нет. Там Евстигнеев играет, Гафт играет. Да и много таких фильмов, наверное. Фильм, на самом деле, безумно интересный. Сюжет какой, напомню, советую посмотреть, если кто не видел. Значит, играл. И Стегнеев играет то ли сексофонист, то ли турбача, не помню, в каком-то ресторане. И весь, чем приходит домой, он живет один, семьи нет. Ну, в общем, тяжелая такая ситуация социальная. И вот он набирает на Абум-Лазаре какой-то номер телефонный. И пытается поговорить с тем, кто там в полушутливой манере. И попадает в интересную ситуацию, которая приобретает очень необычные черты. Не видели? О-о-о. Во-первых, это какой актерский коллектив. Это потрясающий фильм, на самом деле. Это вот тоже, понимаешь, опять же, возвращаясь к тому, что такое случайность. Вот Лене, как говорится... Был толчок. Был толчок. То есть, видимо, кто-то вот сверху на нас ведь смотрит. Сколько можно на нее смотреть? Ну, сколько можно мучиться в новых? Сколько? Ну, надо бы есть. Это проведение Божье, конечно. Этот человек, может, вообще ничем не имел в виду. Потому что все делала я сама. Я сама себе это все сделала. Я сама себя переубедила. Я сама себя поменяла. А где он жил, этот человек? А теперь я себя полюбила. В другой стране. А, вообще в другой стране? Да, да. Ну, вот. Я полюбила себя. И правильно. А если только поняла, что такое полюбить себя. Правильно. Уже, можно сказать, в зимнем периоде жизни. Главное, чтобы любовь была взаимная. Вот. Она не всегда совпадает. Пока, да. Это замечательно. Наталья тоже себя любит. Но она себя очень сдерживает. Ой, да. Это включил. Вот я не хотела сказать, что бесшабашистый. Характер нордический стал. Выдержанный. Нордический, да. Железно стоит на ногах на земле. Ну, просто меня так жизнь, знаешь, не ласкала, надо сказать. А кому она ласкала? Кого она ласкала, скажи мне. Никого. Потом ласки понятия тоже. Я вот смотрю на своих подруг. Ну, кто из них счастлив? Вот прям действительно так, чтобы счастлив. Нет? Лена, а что такое счастье? Очень много... Как сказать? Ну, хотя бы основные черты можно обозвучить? Вот как ты представляешь? Ну, что? Ну, прежде всего, надо здоровья. Конечно. Здоровье – это первое. Благополучие родственников семьи. Финансовая семья. Финансовая. Финансовая обязательно нужна благополучие. Потому что без него никуда. У Михалкова спросили, что такое. По-моему, такой же вопрос и был счастье. Он говорит, вот, например, счастье – это такое, когда для солдата просто лечь в белую постель из окопа. Вот это и понятно. Все познается в сравнении, да. Ну, для меня, например, счастье – это уверенность в завтрашнем дне. То, что завтра не будет хуже, чем сегодня. Но это вот я отношу... Ну, как бы, во-первых, я женщина, а во-вторых, я дева. Вот девы – они такие. Пусть будет мало, пусть будет, как бы, не очень уж богато, но чтобы завтра было так же, а не хуже. Я слушаю всегда тебя, я думаю, что же я не дева-то? Ну, чего же я козерог? Это говорит о том, что ты на земле, говорит, принца двумя, а ты тремя ногами стоишь. Как кенгуру, да, ногами и хвостом. Ну, там же ты прожила, оно же бесследно не прошло. Так что в подсознании-то оно... То есть ты очень такой, знаешь, рациональный. Понимаете? Вот счастье в моем представляет, это некая аналогия с любовью. Оно краткосрочно. Оно не бывает долго. То же самое, как любовь. Вот это вот, ах, ох, там вот звезды на небе. Интересный вопрос. А сколько так примерно, как ты думаешь, длится любовь? Ну, вот когда, ах, ох, жить не могу. Да, временной. Вот если по стопроцентной шкале, где она находится? В середине, во второй, третье, в самом верху или в самом... Нет, ну вот по молодости. У меня нет ответа. Ну, как бы вот, ну, слушаем эксперта. Нет, какой я эксперт? Просто у каждого свое представление. Понимаешь, если она где-то вот посредине, то есть ты сочетаешь и какие-то элементы твоего разума, и какие-то элементы чувств, и они, как говорится, не противоречат друг другу, не взрывают друг другу в крайней стенности. Наверное, это может быть долго, потому что есть примеры, действительно, их очень мало, которые, ну, любовь, опять же, кто понимает, вот это чувство привязанности, взаимопонимание, взаимовыручка, то есть вот в любой момент поддержит, там какое-то разделение каких-то проблем, которые сваливаются, то есть вот эмпатия в широком смысле этого слова. Если она не зашкаливает какие-то, вот у моей жены там была подруга, ну, я ее мельком знал, вот, конечно, печальная история. Встретились, как говорится, два персонажа, им было там, ну, не знаю, до 30 лет. Это просто вот искры летели, вот на нее смотришь, она светилась, вот, как я привожу, вот лампочку прислонить, она загорится. Ну, кончил, все печально. И там были вот такие букеты, он буквально как беспредельница, он готов был там одежду бросить, чтобы по луже перешла. Ничего страшного, это потом перезвоним. Можно выключить хатка? Ну, сейчас, чтобы не обижать человека. И кончил с тем, он ее начал бить, истязать. Ужас. Представляешь? Ну, это, конечно, крайность. Но вот это уже не любовь, это уже что-то другое. Это что-то превратилось в свою противоположность. Ну, понимаешь, вот такие сильнейшие чувства, они выжигают, и после них остается... У тебя звук никак не выключается? Выключился, он тебя услышал. Сейчас же наберет еще раз. Нет, 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 он так в этом сообразительный человек. Поэтому вот... Это уже не любовь, это уже называется зависимость. Вот как от наркотиков... А любовь это не зависимость? Любовь, мне кажется, настоящая любовь, это немножко другое. Что значит настоящая? Есть фальшивая? Любовь, когда ты любишь человека и желаешь ему, и делаешь все для этого, только самое лучшее, чтобы ему было хорошо. А когда ты этого человека истязаешь для того, чтобы тебе было хорошо, это уже не любовь. Это немножко другое. А любовь может быть эгоистичной. Вот ты видишь, вот Лена, она похудела, но у тебя вот такая страсть, Лена, ты мало похудела. Ты ее заперла внизу, не хормишь, одну воду даешь. Из лучших побуждений, чтобы она лучше выглядела. Я утрирую, но понимаешь, вот... Нет. Вот как есть хорошая поговорка. Хозяин так любил свою собаку, что рызал ей хвост по чистям. Мне кажется, любовь, это приятие вот этого человека, да, объекта твоего любви, как самого себя. Вот самому себе ты же не будешь вредить, вот так ты не будешь вредить человеку. Сейчас я себя врежу. Ну, а что такое влюбленность? Влюбленность это то же самое, но в разумных пределах, я считаю. То есть, действительно, у тебя есть чай, который вызывает у тебя самые лучшие чувства, в широком спектре этого понятия. Но ты, как говорится, не впадаешь в безумство. Ты не готов, как говорится, там сделать харакири, продать там все, чтобы купить путевку, поехать куда-то на Мальдиву. Не дай бог, конечно. Таких примеров до черта. Ну, да. Воруют, убивают, грабят для того, чтобы там сделать. Ну, конечно, это извращенное понятие, но там, как ты видел, это самую какую-то криминальную историю. Значит, откровенный разбойник. Бил, резал, грабил. И, значит, покупал жене за украшение, шубу там, машину купил. Погубил там каких-то людей, ограбил, обезболил. Его поймали, говорят, я ее любил, я хотел ее сделать. Ну, это тоже не здоровое чувство. Ну, например, да. Так, любовь настолько многогранна. Ну, может быть, и человек, наверное, какой-то психически не совсем нормальный, больной. Так, чем более неадекватно, тем сильнее чувство. Я вот какой хотела, смотрите, вопрос задать. Просто послушать, что вы об этом думаете. Смотрите, вот у нас, да, на Руси, у нас всегда вот был там царь, да, и была там царица, и как бы вот это была их семья. А вот в мусульманской той же Османской империи был вот этот, как он назывался-то, господи? Султан. Султан, и у него была масса этих любимых женщин. Вот как это? Как это, как это, как это? Это на самом деле очень распространенная штука. Это не только Султан, в том же Китае. Там наложниц было в десятикратно больше. Всякие восточные какие-то деспотии. Там везде была куча наложниц. Это традиция их не такая. Там просто восприятие другое. Понимаешь, там вера другая, другие отношения. Я что-то не слышал, что в Китае были там какие-то наложницы. Ты почитай, у всех императоров была куча. Там была главная жена, была вторая, третья, пятая. И помимо этого, там сотни, а то и тысячи у некоторых были. Я просто по Султану, да, согласна. Почитайте, Господь Суален. Там наследников потом осталось неисчислимой. Там начинались вот эти вот дворцовые интриги. Там мусульмане отдыхают. У них не было такого количества. Причем в Османской империи существовало. Ну как, великолепный век. Вот фильм как раз показал все вот эти... Вот эта империя Османской, там было несколько этих предшественников. Но Османская наиболее на слуху. Она где-то там 300 или там 400 лет существовало. Китайцы ведут свое, так скажем, государственность. Начиная с Шихуанди. Это первый император. Это, по-моему, то ли там пятый, то ли седьмой, то ли десятый. Я не помню. Век до нашей эры. Когда он объединил все враждующие царства, жесточайший был человек. Например, вот с какой-то точкой зрения даже было интересно. Который-то объект возводится? Есть десятники и сотники и тысячники. Начиная с рабочего. Если рабочий накосячил, секирбашка десятнику, секирбашка сотнику. То есть, чтобы следили все. Нет, я вообще такой скользкий тип, на самом деле. Меня правильно назвали. Как тебя назвали? Селедкой, да? Дохой. А, лупетки. Лупетки, удобные селедки. Это классное сравнение. Просто такое. Я даже слова такое не слышала никогда. Почему я бы снимала? Потому что вдруг я тоже такой комплимент получил. Что я буду делать? Веселиться, Наталья. Нет, нет, нет. Веселиться. Я только поверила в себя. Я только поверила в себя. И правильно. А на меня опять темно. Нет, приходи. Лен, вот вы... Так это же так интересно. Ходить по вот этому лезвию, понимаешь? С этим согласны. Я хочу вам сказать. Например, когда позитивный. Меня там некоторые чуть ли не святым называют. Но это неинтересно. Это там. Ну, ты хороший, ты умный, ты там трали-вали. Одно и то же. А вот такие изыски создания. Они, понимаете, вот как ты роешься, роешься, как какие-то... Таких изыски. Для женщины это было бы просто кратно. Лен, ты просто посмотри. Какие погудительные мотивы у человека? Вот какие погудительные мотивы писать вот такое? Понимаешь? Видимо, кто-то сидел и защирялся. Составлял достаточно такие логики. Замеченным. И он добился. Или она... Нет, нет, нет. Ну, явно, явно. Это чувство у человека глубокой неполноценности. То есть, я не знаю, какие мысли там вызвал, но он явно испытал ко мне очень сильные негативные эмоции. Или она. И это говорит о том, что чего-то там у человека не хватает. И вот это вот то, что не хватает, может быть, он увидел у меня. И вот таким образом он высказал свои отношения. А по-другому он не может. Интересные хоть мысли. Интересно. Ну, каждый должен это как-то для себя объяснить. То есть, вот этот негатив, он в каком-то смысле несет и позитив. Там в философии опять же понятен. Правильно? Я все равно с Римом Наташей говорю, что я боюсь читать комментарии. Она говорит, что не бросит. Напрасно. Это интересно. И это было все-таки весело написано. Правда? Ну, вот я как-то не почувствовала прям такой вот сильной агрессии. Мне кажется, вот этот человек просто хотел внимания. Вот на мой взгляд. Поэтому такое внимание. Обычный такой комментарий. И слова какие-то новые. Как меня на перья пощупать? Почему нет? Вот пока Лена смотрит и думает, что сказать, я хочу сказать по поводу комментариев. Вы знаете, учитесь писать комментарии так, как будто вы живьем находитесь в нашей компании. Ну, в нашей ли, в моей ли, в Андрея и так далее. Вот будучи, так сказать, глядя в лицо человеку, вы ему такие вещи скажете. Вы знаете, можно с вами не соглашаться. Обязательно можете не соглашаться. Выскажите свою точку зрения. Пусть она будет не такая, как наша. Но не надо опускаться до явного оскорбления, вот этой ненависти и так далее. Вы знаете, ну, Андрей вот это как-то терпит. Я терпеть точно не буду. Я таких товарищей выщелкиваю. Но критику, подтвержденную фактами, выложенную в нормальной дружеской манере, мы приветствуем. Давай сознаемся, мы когда с тобой первую программу писали, Зимнюю любовь, да? Да. Я помню, комментарий был такой, дурите народ. Конечно, дурим. Так это же интересно. Нет, ну вот, а я хочу признаться, мы специально создали две полярные точки зрения. Иначе как бы у нас получился диалог, правда? Надо же было создать какой-то... Ну, не специально, они у нас как-то естественно получились. Потому что ты в тот момент летала, а я уже давно сижу. Я тебе подыграла. Могу я задать такой вопрос неприлично. Что будет, если послать зрителей вдаль, не светлую? Как они отреагают? Ну, так мы же для них работаем. Что значит послать? Ну, что ты? Зачем? У меня тысячи прекрасных зрителей. Не, не, хорошие люди, да. Но вы знаете, я все-таки рискнулась сегодня рассказать свою историю. Знаете, почему? Давай. Чтобы женщин немножко мотивировать. Потому что то, что я почитала комментарии. Да я уже, да, когда-то я была ничего. Сейчас я уже все. Совсем ничего. У меня уже 65-го. Это конец жизни. Вот не конец. Лен, вот если человек... Может быть, в отношениях это конец, да? Но для себя самой создать вот это вот... Извините, я вас опять перебила. У меня есть такая манера. Меня даже зрители... Правильная. Хорошая манера. Вы натуральный критикуете, простите. Я этим отличаюсь. Меня, во-первых, хочу сделать замечание. Наталья сегодня какая-то на удивление тихая. Может быть, мы как-то вот подавляем ее? Наверное. Абсолютно нет. Она же нейтралитет держит. Я слушаю. Для нее это не характерно. Наталья боец вообще такой вот. Но она сегодня и вашим и нашим. Вот так. Она сегодня молчаливая. Нет, я вас слушаю внимательно. Лен, понимаешь, проблема практически всех, и меня, и вас тоже, заключается в том, что когда вы пытаетесь найти какие-то аргументы для оппонента или для вообще другого человека, вы исходите из своих представлений. Конечно. О том, что хорошо, что плохо, куда ходить, как не ходить. Да. Но у человека, который с вами, так сказать, контактирует, у него своя картина мироздания. И если твои аргументы, как говорится, вкладывают, как я там привожу пример, у каждого, например, в процессе жизни складывается пазл. Из всех возможных, как говорится, жизненных ситуаций, опыта, там, общения и прочих книг, там, всех событий. И когда ты с кем-то встречаешься, если твой пазл, ну, хотя бы в общих чертах накладывается. Я понимаю, что вы говорите. Да. У тебя возникает какое-то, ну, не то что единение, но какая-то взаимоприемлемая такие вот, ну, основа для общения. Вы можете чем-то поделиться, у вас одинаковые, примерно, подходы ко многим вопросам, точки зрения, какие-то оценки, выводы, они примерно близки. Но когда вот человек пишет вот такое. Вот ты говоришь, вот, хорошо, там, вот, глаза скрывают. Во-первых, многие, ну, кстати, найдутся, которые и скажут. Но зачем, как говорится, вот, если ты видишь, лежит на земле нечто, что у тебя вызывает, ну, в лучшем случае, произвели отношения, зачем туда наступать ногой? Вот оно лежит. И пусть лежит. Ну, мы пойдем дальше. Хорошо. Ну, давайте дальше. Не надо... В работе с людьми иногда, понимаешь, вот, хочешь, не хочешь, а наступишь. Наталья, если есть необходимость, вот, из тебя получился бы хороший руководитель, это точно. Ты очень рациональный, ты достаточно харизматичная, и ты умеешь спросить. Да. И в то же время ты не лишена доброты. То есть, если ты видишь, что человек оступился по незнанию, по какому-то неопытности, что-то совершил, ты не будешь его, как говорится, в ноль сводить. Правильно? Нет. Ну, зависит от ситуации, конечно. Нет, ну, если он тебя обманул, подло подкрался, несчастный, я грабил ее там или что-то плохое. Нет, нет, добрая на человека, да. В общем, отца он, да. Я могу быть добрая, добрая, да, я могу быть добрая, знаешь, все может быть хорошо, но у меня от хорошего отношения и полностью открытого сердца до конца... Короткая дистанция. И она, чем старше я становлюсь, тем она короче, потому что я считаю, что вот человек что-то сделал тебе плохое. Вы поговорили об этом, идете дальше. Но я вот это, то, что мы, то, что случилось, оно у меня все равно есть. Если ты делаешь это второй раз, то у меня не только вот этот второй раз всплывает в моей душе и в голове, а и этот первый раз тоже. А на третий, до свидоса. Вот не такая. Наталья, вот ты... Вот она не такая, а я не... Потому что если человек три раза мне сделал плохое, значит, что я от него могу ожидать в будущем? Четвертый раз. А зачем мне это нужно? Наталья, мне нужно. Такое, сказать, любишь на грабли наступать неоднократно? Если тебя кто-то в чем-то обманул, подвел, сделал какую-то гадость, зачем тебе с ним дальше продолжать? Я не об этом. Иногда, знаешь, люди могут ранить даже словами. Фу. А я очень чувствительный человек. Я слышу слово. Я даже слышу, как оно произносится. Даже вплоть до того, читаю комментарии, и я, можно сказать, просто вижу этого человека, чувствую его тон, чувствую его характер, настроение. Я, понимаешь, вот для меня слово очень важно. И меня очень легко можно обидеть словом. И этот человек даже может и не заметить, что он меня обидел, а у меня уже вот здесь сидит. Наталья, я хочу тебе сказать, я был свидетелем вот этого, причем неоднократно. Как ты звонил? Мы договорились, в чем ты звонишь. Она не отвечает. Там час-два, потом она выходит на связь, я спрашиваю. Наташа, а что не отвечала? Ну, примерно таким тоном, без всякого обиды, я скажу, Наталья так. А ты что это меня так спрашиваешь? Какое имеешь право на это? Да ладно, я так не говорила. Наталья, ты прям знаешь, сбрыкнула, есть такое хорошее русское слово. Ну, знаешь, просто попался мне под горячую руку. А я не прощаю. Прощаю и забываю. Ну, все, прощать нельзя. А вот это недостаток моего характера, я это знаю. Здесь тоже нельзя переборщить. Это не недостаток, это на самом деле очень хорошая черта, но она, как говорится, идет... Нет, ты его не сказала. Идет тебе во вред. Я могу наступить снова на те же грабли, это я делаю. Ну, тогда надо позвонить и сказать, Наталья, я вот наступил на эти грабли, как мне смысл второй раз наступать? И она тебе точно даст хороший совет. Я не могу свои советы, знаешь, по отношениям давать другим людям. Я уже такая большая девочка, да, что я... Я вот недавно своей знакомой тоже сказала. Я, конечно, тебя слушаю, но я все равно сделаю так, как я считаю нужным. Вот. Это любой человек. Нет, не любой. Почему? Очень часто мы слушаем советы своих друзей. Наталья, ты часто слушаешь? Нет. Нет, я слышу. Стори. Ты их слышишь, но не выполняешь. Нет. Я слушаю и беру из этих советов то, что я считаю нужным и рациональным правилом. Да, если ты согласна, рациональное зерно нашла, его взяла, остальное это все. Я вам хочу такой пример моей мамы. Моя мама очень рано осталась одна. Папа уехал на север зарабатывать деньги, и так получилось, что они не могли долго соединиться. А потом ей подруга просто научила, сказала, а ты скажешь, что ты вышла замуж. И вот на всю жизнь, это мама, когда мне рассказала ту историю, я на всю жизнь сделала себе вывод. Нельзя слушать подруг раз. И надо все-таки, наверное, разговаривать. Понимаете? Конечно. Разговаривать с теми людьми, которые тебе дороги, потому что мы очень часто делаем ошибки. Почему я и прощаю очень часто? Я стараюсь поговорить. Если уже я вижу, что ничего не получается, если действительно второй раз и третий мне делают, да, наверное. Ну, я тоже стараюсь поговорить. Но все-таки надо разговаривать с людьми. Потому что все гибают, а мы же не обижали, Наталья. Ты можешь поговорить так, что второй раз и желание-то не возникнет. А ну, а вы что, не обижали людей? У вас не было такого? Ой, да сплошь и рядом. Ну, вот я чего не могу. Вот начинаю с Натальей, Лену еще не успела бить. Ну, надеюсь, все впереди. Спасибо, буду ждать. Хорошо. Ну, что? Я не знаю. А сколько мы... Я не знаю, Андрей, посмотри, сколько там у нас... Нет, во сколько мы? Сейчас, сейчас полпятого. Я приехал. Сейчас Лена глянет. Не надоели ли мы друг друга? 54 минута. О, прямо как раз вовремя. Вовремя? Да, потому что я стараюсь. Знаешь, это все до часа, потому что оно может просто выключиться и ничего, так сказать, потом не выключить. Ну, какой-то неправильный телефон. Правильный телефон. Потому что мне тоже, если я вижу ролик больше часа, я его и смотреть не буду. Какой бы он ни был увлекательный. Да вообще, вообще коварная женщина. Скоро найдешь еще себе объект. А у меня, между прочим, есть один вздыхатель на канале. Ну, это прекрасно. И он мне все время пишет, да, такие... И ты молчишь? Ну, как молчу. Я ему отвечаю так, ну, в шутке. А ты попроси его, пусть перешлет хотя бы 100 баксов для начала. Да ну что ты. Может, ему самому 100 баксов нужны. Может, он живет на маленькую российскую пенсию. Я не хочу параллель никакие. Значит, когда у меня мама была жива, я брал эту саму таджичку помогать ей. Она жила с нами там, не знаю, несколько лет, пока мама жила. И она делилась со мной, как говорится, вот своими какими-то там общениями с соотечественниками. Она такая симпатичная была, интересная. Она из села была, простая очень, но тем не менее, очень такая интересная и содержательная. И к ней все время пытались подбивать какие-то, значит, клини там из соотечественники. Ну, причем в вполне определенном смысле. И она их очень просто выводила на, как говорится, в чистую воду. Она говорит, вот ты вот там мне говоришь, любишь, трали-вали. Говорит, вот купи мне телефон. И все. И на этом испытание заканчивается. Они тихо слиняли. Ты бы так смогла попросить телефон? Ну, не телефон. Что-то, на чем можно проверить. Вот, кстати. Как ножка-то проверить. А вот, кстати, я об этом с тобой хотела поговорить. Вот сейчас идет такая тенденция. Никто никому ничего не должен. Все равны. Женщина должна за себя в ресторане платить. И так далее, и так далее. Как ты на это дело смотришь? Вот, предположим, ну, тебе какая-то женщина приятна. Ну, чтобы Инга не слышала сейчас. И тебе хочется с ней пообщаться. И ты приглашаешь ее куда-то там. Кто платит? Вот я тебе отвечу конкретно. Вот вы мне интересны обе. И не я вас пригласил, а я к вам сам пришел. Вот, теперь это так. Отвечай, пожалуйста, на вопрос. Значит, и кто бы ты предполагаешь, что сплатился, если куда-то пригласили бы? Ну, конечно, я бы заплатил, безусловно. Безусловно. Мне бы даже в голову не пришел. Прям сейчас. Под руки. Да, пока сопротивляют. Потому что здесь свидетели, как Витцин такой. Свидетели, Витцин такой. Не, ну, мне кажется, это не совсем тот тест, понимаешь? Вот это все, на самом деле, ерунда. Ты с человеком начинаешь как-то более-менее понимать... Это начало. Если мужчина не может накормить женщину, заплатить за нее в ресторане, заплатить за такси, то на кой хрен он тогда вообще в жизни нужен? Если он ничего этого не может, что от него можно ожидать? Я думаю, если ты поговоришь с огромным количеством тяжелых ситуаций в женской жизни, каждый из них скажет, в начальном этапе конфетно-букетные, рестораны, кафе, а потом это все приобретало совершенно другие черты. Вот возьми, меня, конечно, поражает. А потом ипотека. А потом ипотека. Да, да, да. Вот из трех мужей у меня жадным был только первый. Мне повезло. А вот второй и третий были нежадные. У них были свои, как говорится, заморочки, но жадными не был ни один, ни другой. Нет, это понятно, есть какая-то вот действительно такая, скажем, одна из моментов. Все-таки я учла ошибки-то. Наталья, это, я хочу сказать, немаловажный фактор, но не определяющий. Понимаешь, я в каком-то смысле, меня тоже жена упрекает, что я жадный. В чем-то, ну, скажем, не принципиально, я действительно могу быть мелочным, когда идти, я спрашиваю, а сколько это стоит? А может быть дешевле, а может там у соседей посмотреть. Или поехать не туда, а вдруг, а ты такой еще. А когда какие-то серьезные вещи, вот я там тратил большие достаточно деньги, и у меня вот как-то это вообще не возникало. То есть у всех это трактуется по-своему. То есть каждый индивидуальный. Так же и здесь, вот ты мне рассказала. Вот лежит у тебя душа к этому занятию. Ты купил достаточно дорогостоящую штуку. Я говорю, а купи микрофон, чтобы хороший был звук. Ты говоришь, 200 баксов? Да вы что? Сумасшедшие деньги. Понимаешь, везде проходит дифференциация. Человек вообще скотина очень такая. Ну, слушай, я 4 года снимаю ролики без каких-либо микрофонов, и слава богу, оно все работает. Зачем я буду тратить? А это, это послаливающие. Это святое, ну Наталья, понятно. Вот мы, вот Лен приходит, мы с ней поем и болтем. Лен, кстати, классно играет, я послаливался, я очень впечатлил. Заключение, да? Ну, попробуем. Давайте сначала вот эту часть, наверное, как-то заключим, а потом это будет. Да, поперчай, вы прочистите это самое. Какие выводы? Выводы? Никаких, вообще. Просто поболтали за любовь. Какие в жизни могут быть выводы? Никаких. Никаких. Понимаешь, вот есть хорошие, опять же, ничто не ново под луной. То, что мы здесь сейчас наплели, привлеки, примерки, сравни. Все это было тысячи, десятки и сотни тысяч раз. Поэтому какие можно выводы? История нас учит тому, что она ничему не учит. Поэтому выводы. И на этой оптимистичной ноте. И на этой три точки. Мы, может быть, еще вернемся. Почему три? Я предлагаю больше. Можно кого-то возникнуть. Можно пожелание только женщинам нашим. Женщинам, конечно. Я желаю, чтобы все они были вот такие же привлекательные, такие же душевные, умные, тактичные. С большим чувством эмпатии. И встречи с интересной и умной женщиной продолжались бы до конца наших дней. А ты что-нибудь скажешь? Я согласна. А я хочу сказать, чтобы женщины любили себя. Это, кстати, очень серьезно. Это очень важно. Я очень долго, долгие годы этого не делала. Теперь я счастлива. Сама с собой. А это важно. Сделать Элаверде. Пожалуйста. Я хочу взять, пожелать пример с Лены, которая перешла определенную ступень, скажем, самооценки на другой совершенно уровень. На себя по-другому посмотрела. И большинство женщин, да и не только женщин, должны взглянуть на себя с точки зрения, какие они есть на самом деле. А не такие, какие они себе представляют. Не поздновато я к этому пришла? Нет. Спасибо. Это никогда не поздно. Пока мы живы. Я просто думала, что поздновато. Это не поздно. Ну ладно. На этой хорошей ноте мы сегодня, пожалуй, закончим. За любовь. Пишите нам, если вы хотите нас опять видеть вот в такой компании. Мне, например, интересно было сегодня поболтать. Надеюсь, вам тоже было интересно послушать. Все, мои дорогие. Пока. Любите и будьте любимыми. До встречи.